здравствуйте 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 добрые люди и не говорите что вы не здравствуйте у нас сегодня с вами прямой эфир и тема сегодняшнего эфира как укрепить отношения в семье и при этом сохранить самого себя как вам такая тема напишите слышите вы меня видите вы меня потому что инстаграм иногда играет с нами интересные игры крестинушка добрая душа здравствуй давно тебя не видел все хорошо все слышно все видно итак я хочу пригласить одну прекрасную удивительную девушку ее зовут карина сейчас она добавится слава богу за тебя добрая душа и на добрая душа пришла и так что же это такая за интересная тема отношения семья ведь самое главное что мы проживаем это наша прекрасная семья карина ты можешь просто поставить плюсик и я тебя присоединю либо есть вот просто присоединиться что такое семья это все моих я это отношения которые люди проживают вот карина правила запрос сейчас позовем я карина честно у меня прошла просто вот недавно совсем сопровождение и хотела бы поделиться информацией которая доброе утро прекрасная удивительная карина всем доброе утро у нас москве 10 утра у нас уже 17 да я знаю поэтому я и говорю аудитории что у нас разное время сейчас эдгард находится не в москве на сколько день начинается будем завтракать вместе с нашим эфиром у нас так и называется эфир завтрак для души да супер то что можно да и так как укрепить отношения и сохранить при этом самого себя потому что очень часто девушки пишут что отношения переходят в разряд объединенных отношениях там очень много буллинга так называемого то есть такие красивые модные слова да просто отношения терпят удары постоянные постоянные непринятия мужчины в его мужских сценариях женщины и непринятия женщины мужских вот этих отношений к самой себе да бывает разное бывает когда женщина выбирает себе партнера как сына берет над ним такую роль материнскую а потом когда надоедает быть мамочкой она не понимает свою роль в этих отношениях начинается кризис начинается провал и кто я что я здесь делаю и кто этот мальчик почему он мой сын хотя я его не рожала да это очень часто встречается это у меня есть такая удивительная книжка она называется жили-были ли жизнь она такая и там как раз вот про это сказано как эти отношения создаются и проживаются то есть это алгоритм это моя любимая книга моя любимая книга твоя жаль что нам такое не преподают в школе и наверное психология должна быть основным предметом в школе чтобы понимать хотя бы кто я кто такие женщины кто такие мужчины очень часто мы растем в поломанных семьях где нет ценностей где нет опоры на что упираться а как правильно я думаю что примерно было у меня я воспитывалась в разведенной семье где-то мне было 4-5 лет когда родители развелись и нам пришлось из Крыма уехать в Ставрополь мама очень много работала и мы воспитывались бабушкой, дедушкой, мамой как попало у меня вообще большой запрос когда я пришла к тебе вчера я готовила не то что готовилась к эфиру я думала так о чем мы будем говорить потому что я прошла достаточно такую длительную с тобой терапию сопровождение и у меня сейчас ничего не болит я такая думаю а о чем говорить а боли то нет а боли то нет и получается что когда я первый раз пришла к тебе на консультацию это уже после трех очень профессиональных психологов которые не докопали все таки до глубины где-то по поверхностям да они профессиональные очень достаточно популярные но они не докопали до глубины только ты туда пробрался и я поняла что такое психология психология и воли нет представляете да сколько я потратила денег времени на психологов пытаясь раскопать что со мной не так я же понимала что люди которые вокруг меня которые меня раздражают которых я перестаю любить которых я не хочу видеть рядом с собой это наверное раньше я бы сказала что в них проблема вот муж у меня такой мудак абьюзер газлайтер я его ненавижу вот такого его родила эта планета и вселенная а сейчас я просто понимаю что это стечение обстоятельств и моя реакция на это это во мне дело здесь нужно понимать что во мне не так или что во мне так и это принимать и когда я пришла к тебе на консультацию впервые помнишь как много я говорила рассказывала всю историю ну с этого начинается наверное любая терапия с психологом ты приходишь и рассказываешь все что у тебя болит правильно? да и когда я к тебе пришла я даже не помню что я говорила и мне сейчас очень сложно вернуться назад отмотать это время и вспомнить с каким запросом я пришла просто когда обиды отпускаются вот когда обида отпускается и прощается ты их забываешь все это уже прожитый опыт который который ты трансформировала свою жизненную силу для того чтобы идти дальше зачем его вспоминать его уже нет он уже просто да это абсолютно верно и вот представляете девочки там мальчики кто сейчас смотрит этот эфир мне казалось что никогда я не смогу выйти из этого круга круга боли какого-то самокопания мне казалось что ну все это видимо моя такая судьба что я буду страдать я буду вот такой вот жертвой я возьму ладно все я возьму на себя удар я буду так жить потому что я сильная девчонка видимо мне выпала такая участь бог терпел и нам велел но да 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 это любимо да но когда вы находите своего проводника вы не думаете что найдется один психолог и он решит все ваши проблемы вы можете бродить как долго по лесу искать свою поляну своего человека и у меня когда я пришла в терапию с Эдгардом я помню что я просто умирала мне было так плохо у меня у меня был конечно запрос на отношения потому что я в браке десять лет и у меня были сложности я потеряла полностью себя мне было вообще плевать что я завтра надену что я буду есть что вообще что я буду зарабатывать у меня конечно были была ответственность перед детьми потому что я их очень люблю и я о них забочусь но по поводу себя ну я поставила на себе крест грубо говоря да это плохо я просто стала умирать я думаю что многие меня поймут я настолько потеряла себя я зарылась в каком-то самокопании а когда ты не знаешь что с тобой тебя тебя должен проводить человек за руку внутри себя ты когда идешь в себя ты очень много можешь диагнозов себе наставить неправильно допустим я начала увлекаться психологией каким образом в интернете конечно тебе всплывают по запросу какие-то психологи популярные вебинары ты начинаешь копаться 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 вот знаете все диагнозы которые они говорили это все мне подходило все они говорили баба абьюзер я такая о блин да скорее всего я своего мужа заабьюзила я девочка сильная а потом поняла нет это он абьюзер я жертва потом а он палач потом я думаю блин вот из детства я приняла сценарий мамы все это моя проблема мне подходило абсолютно все и я просто как котенок слепой не знала куда мне податься это было очень сложно я мне казалось что я потеряла себя я просто ноль хотя со стороны не скажешь я девушка взрослая у меня двое детей у меня такая ответственность у меня там большой бизнес я зарабатываю деньги помогаю родителям ближним своим но я была полный ноль выжито как лимон выжито как лимон да я не знаю я жила такой жизнью где мне ну это я сейчас понимаю почему я так себя вела да и что со мной происходило что я и деньги стала зарабатывать я очень благодарна этому периоду когда мне было сложно эта боль дала мне огромный рост я вообще за все благодарна в моей душе сейчас столько благодарности и любви всем мужу своему всем кто отворачивался от меня или поворачивался всем людям которые встречались мне на пути я бесконечно благодарна потому что они каждый из них мои учителя это такой опыт эти люди сделали меня сильнее такой классный красивый духовный я вообще очень рада что я стала двигаться в этом направлении так как я ну не побоюсь этого слова я была такой материальным человеком это у меня от мамы материалист ее даже язык любви в материальном это неплохо это тоже я приняла от мамы я приняла свою маму мне не хватало любви я тоже пришла в терапию с тем запросом что меня никто не любит вообще я такая посмотрите на меня вот я здесь любите меня Мне казалось, что меня никто не любил так, как я хотела, чтобы меня любили. А любовь где? Любовь, она в себе. Когда находишь ее в себе, как это интересно, как это становится по-другому, скажи. Да, да. Ты опираешься только на себя. Тебе не нужен спаситель, чтобы за него зацепиться. Это так, наверное, произошло в моих отношениях с мужем. Я в нем нашла свое спасение. Потому что я, как вам сказать всем, я начала взрослую жизнь рановато. Мне пришлось зарабатывать деньги с 17-18 лет. И вот с 17 лет до 23, такой был период, когда я очень много работала, и у меня всегда были отношения, я не могла оставаться одна. У меня не было опоры на себя. Я перетекала из отношений об отношения. Они все были длительные, они все были качественные. Но когда только переставало меня что-то устраивать в партнере, я понимала, ну нет, здесь меня не любят достаточно. Я уходила дальше. И также я вышла замуж. Я замуж вышла после таких трудностей, после странных отношений. Я в своем муже увидела спасение. Он был таким надежным. Он был прям мужем. Я посмотрела на него и сказала, вот этот человек, он классный муж, он будет классным отцом детей. И нужно такого брать. Что сработало на тот момент во мне? Наверное, рациональность больше, чем, это я сейчас понимаю, чем какое-то животное. Мы выбираем людей все равно по каким-то животным инстинктам. Это правильно. Запах, секс, понимание. Конечно, рациональность должна присутствовать. Но без базовых вот этих моментов хорошего партнера ты себе не подберешь. И я выбрала мужа как спасение. И всегда ждала от него вот этого спасательства. А там, где он меня не спасал, мне казалось, что он меня не ценит и не любит. И я вообще здесь жертва. И я вот такая смотрела, заглядывала ему в рот и просто хотела своими глазами сказать, пожалуйста, обними меня, поцелуй меня. А он не понимал. А мне нужно было просто говорить. Я обижалась. У нас, в общем, эти отношения дали огромный рост, конечно. Как они меня разрушили, так они меня, наверное, и подняли. Конечно. Пока ты шла по энергии, когда ты поднималась, да, ты же прикладывала огромное количество усилий, и тело просто начало разрушаться. Да. Зато у тебя появилось в семье еще одно приобретение, да, прекрасное собаку. Я сейчас думаю, зачем я взяла собаку. Мне так хотелось, когда я родила двоих детей, причем у меня беременности проходили шикарно, я так классно родила, как за хлебушком сходить. Я вообще, мне кажется, даже и семью создавала, чтобы родить детей. Вот для меня было важно не отношение между мужчиной и женщиной, мне важно было просто наличие семьи. Мне нужны были дети, большая семья, вот такая какая-то история о себе, где не я с мужчиной счастлива, да, у нас классный секс, отношения, понимание, где мы вдвоем с ним семья, а все остальные наше наследие. А у меня... Люди кого, да? Да, да, а тут какие-то, да, люди, да. Ну, как бы, я считаю, это правильно. В отношениях должны быть мужчина с женщиной, это семья. Да, и самый главный момент, самый главный момент, ты хорошо сказала, да, мама воспитывала вас одна, много работала, да, мама, я тебе докажу, что у меня будет по-другому. Да, то есть ты родила также двух детей и доказывала маме все время, что у тебя по-другому не так. Это парадокс моей жизни. Я повторяю сценарий мамы своей под копирку. Мама, у меня была установка, у меня была установка, я никогда не буду жить как мама, я никогда не разведусь, мои отношения раз и навсегда с одним мужчиной, и я родила двоих дочек как моя мама, я сейчас на стадии развода, но, как вам сказать, у меня отношение на паузе, давайте назовем это так, чтобы сейчас не было ни для кого это такой сенсации. Близкие люди сейчас как бы знают, но назовем это так паузой. Но я повторяю под копирку, я повторяю под копирку мамин опыт, мне примерно было столько же, сколько моей дочке, младшей, и мама как раз-таки тоже вступила на путь развода. У меня девочка была, Алька, сейчас добавлю, можно два слова? Да, да. Девочка была тоже, армянка, и она всегда говорила всем, ты, говорит, выйдешь замуж за русского? Она говорит, никогда ни за что не выйду. Уже двое детей от русского. То есть, вот это вот никогда ни за что, никогда ни за что, сила слова, так называемая, сила, сила намерения, потому что это говорится же в воле, как правило, и идет в этот момент энергия. Это называется провозглашение, клятва. А многие люди там боятся этих слов, красивых там, проклятия, там всех вот этих вот, да, слово проклятие. Уква П это путь, Ро это взаимодействие. Путь взаимодействия с клятвой, это как раз то, что ты провозглашаешь, ты встаешь на эту дорогу и идешь по ней, ухам себе это всегда делаешь. Да. И я скажу даже так, когда я сейчас, работая с собой, стала общаться и с мамой, и с папой, настолько близко и тесно, но давайте я расскажу тоже еще как бы такую предысторию. Мы из Крыма, родители развелись, мы из Крыма переехали в Ставрополь к бабушке, и мама начала много работать, каким-то образом устраивать свою личную жизнь. Мы вообще непонятно, кому принадлежим, мы с бабушкой, с дедушкой, мама урывками нас забирает, и в моем детском сердце и в моей душе отложилось, что мама меня никогда не любила, она нас бросала, она много работала, а допустим, моя сестра, она говорит, да ладно тебе, у нас нормальное было детство, и мама вообще была с нами, насколько она могла. Вот видите, два разных человека, которые по-разному воспринимали ситуацию. И сейчас, разговаривая с мамой, я ее поняла, что для нее было любить не сидеть рядом с нами по головке гладить, да, и жалеть, а для нее была любовь заработать денег, обеспечить детям будущее, одевать нас, обувать, и обеспечить нас образованием. Время было очень сложное. Я сейчас маму, она нас воспитывала, любила, насколько она могла по максималке. А у меня к маме были долгое время претензии. Я впала в какую-то, в такую, не то что в жертву, мне всегда нужен был человек, которому я расскажу о своей боли, что мне было так плохо, мне было вот так вот одиноко в детстве, я так плакала, я так ждала маму, мне так не хватало мамы. Папы вообще было, не было рядом. Он жил в другом городе и звонил очень редко, если он и приезжал в Ставрополь, то только либо на мой день рождения, либо на день рождения сестры. А папа — это безопасность. И в школе у меня, тоже такая моя боль, мы часто ездили Крым-Ставрополь, опаздывали на учебный сезон, и с нами никто не дружил. Мы лето не проводили во дворах, у нас не было друзей, мы приезжали в класс, как чужаки. И нас обижали, и мне так хотелось, чтобы... Мама много работала, я не хотела ее расстраивать, что в школе у нас проблемы. И мне так хотелось, чтобы папа приехал и всем оторвал просто бошки, чтобы нас защитил. И я всем говорила, папа завтра мой приедет, посмотри, что с тобой будет. Папа не приезжал. И у меня с этого момента началось некоторое недоверие к мужчинам. Мы с Эдградом уже это проработали, сейчас я уже так не считаю. Но вот эта обида у меня была. Вы представляете, сколько в ребенке, который только растет, становится, сколько к нему цепляется вот этой шкуры, да, что мужчины предатели, мужчины, если вот папа меня не защищал, значит, я буду сама себя защищать. В общем, я выросла таким, сама себе папа, сама себе мама, никому не верю. В нашей жизни нам нужны только деньги, потому что мама, когда работала, она мне давала это понять, что деньги главные, деньги главные. И я просто выросла вот таким человеком, оброшенным, чьими-то другими установками, какой-то болью. Кто я такая, я только сейчас стала понимать. Вот представьте, мне 34 года, я только сейчас стала понимать, кто я, что я хочу и как я хочу вообще жить дальше. Хорошо, что не в 50. Хорошо, что ты в 50. Вот девушка спрашивает, а может найти силу сохранить семью, разрушить легко, сесть, поговорить, чтобы не жалеть. Вот вы знаете, я по этому поводу, можно я сначала скажу, да, по этому поводу. Для меня всегда, вот и Карина приходила, да, то есть, когда первый раз пришла, моя жизненная позиция, вот Эдгарда Зайцева, да, это мужа меняет только время телеть. Это моя, ну, личная ситуация. Хотя я сам женат три раза. Четыре раза жил с женщиной, да, с одной женщиной мы жили, ну, как бы без отношений. И, нет, даже не так, два раза женат, два раза жил просто без отношений, да, то есть, я все моменты эти попробовал, то есть, ну, мне уже 56 будет, вот буквально через неделю, поэтому я много знаю. Да, поэтому в этом нет никакого смысла. Но каждому клиенту, который приходит ко мне, да, каждый человек, который приходит, это великая вселенная. И у каждого человека есть свой жизненный путь. И когда человек, вот как, допустим, как Карина, да, то есть, мы говорили, что мы, моя задача сделать тебя, ну, чтобы ты сняла свою боль. А как ты будешь решать свой вопрос, это твое право на свою жизнь. И говорить о том человеку, что правильно, неправильно, как-то по-другому. Сейчас может пропасть, мне подзвонили по телефону. Пропал, и, да, пропал немножко звук, и появилась какая-то мелодия. Да. Это сейчас нормально, меня видно, слышно? Да. Вот. Самое главное здесь понять, что каждый человек это великая индивидуальность, и он принимает решения в своей жизни, и оно самое правильное, потому что его. Не жизнь для психологии, а психологии для жизни. Именно если человек решает так, наша сегодня, тема нашего, скажем так, вот сегодняшней встречи, да, как укрепить отношения и сохранить самого себя. Бывают такие моменты, когда, ну, уже опасно. Просто бывает, что опасно. Бывает, что уже все, сил нет, да, то есть у меня есть кейс такой, вот программа, да, она называется, «О господи, ты меня бесишь, или я тебя не хочу? Я не хочу тебя». Когда женщина просто перестает хотеть своего мужчину. То есть меняется химия, меняются запахи, меняются отношения. И вроде как и отношения хорошие, а уже секса, ну, то есть женщина не может быть вовлекатором, да, так называемым, да, соблазнителем. Это начинается насилие, насилие над собой. Да, потому что там играет очень интересная игра, я очень рекомендую, мы сейчас не будем на это отвлекаться, то есть есть книга, «Жили-были», или «Жизнь она такая». Она у меня есть на сайте, она, по-моему, даже на Литрессе есть, почитайте ее. Почему? Потому что там именно четыре позиции, как женщина из обиженной невесты, которая выходит замуж, да, со всеми вот этими обидами на маму, на папу, на клевету, на унижение, на прочее, на прочее, на прочее. То, что девушка получается, скажем так, с нуля до восемнадцати лет, да, она становится обиженным, то есть у нее есть свои виды на мужчин, какие это мужчины. Ну, я называю это обиженной невестой. А женится мамин сын. Всегда. Да. Да. Потом они становятся хороший муж, преданная жена, потом женщина, когда рожает, становится я же мать, потому что ее главная задача, она же не доказала мужу, что она, что ее можно любить. А после я же матери происходят еще большие перемены. Женщина становится твою же мать Тереза, а когда женщина становится я же мать, мужчина становится чужим мужиком с долгами. То есть он должен, но он уже чужой, его уже не хотят. Да, это моя история. Дом не пропадает. Это у всех история, Карин. Это ты думаешь, только твоя? Это алгоритм, по которому живут семейные, по которому происходит семейная жизнь. Да. Потом женщина становится твою же мать Тереза, так называемая, да, спасатель великий такой всего, всей Руси, да, то есть самое главное будем жить для семьи, да, мужчина становится, я бы конечно смог, но, то есть она становится великой матерью, а мужчина становится мальчиком. Да. И начинает доказывать своей маме, что он уже взрослый. И эта игра происходит практически у всех. Это просто алгоритмы, это нить, на которой выстраивается обид. Это вообще очень много в психологии чистой математики, вот прям физики. Физика, это и есть психология. Да. Тут можно рассчитать все, что угодно. Как оно будет. Да. Это причинно-следственные связи. Для этого психология и существует, которая может показать, что происходит с тобой сегодня, да, то есть вот самый главный момент, да, что человек проживает сегодня. Огромное количество сейчас, огромное количество семей, которые, ну скажем так, шатаются. Накопилось огромное. Как можно определить семью, в которой происходят обиды? Самое великое выражение в семье. Какое? Вот если оно есть, семья шатается. А ты? Да. Но это инфантилизм, правильно? Это детство. А ты? А ты? А ты? А ты посуду не помыла. А ты это не сделала. А ты такая-то, а ты такая-то, а ты такая-то. И в конце, я обещаю, в конце нашего эфира я дам небольшую практику, такую самодиагностику, как посмотреть, на каком уровне находятся ваши отношения. Это правда очень интересно. Мы начинали с тобой с этого, помнишь, да, в сопровождении? Да, помню. Я потом поразгану тебе. У меня каждое сопровождение это был такой фейерверк, где-то это был такой разрыв и боль. Помнишь, как я ревела? У меня слезы текли градом. А где-то я такая думаю, блин, а почему я сегодня не плакала вообще? Что такое происходит? Все дальше и дальше. Потому что реально все освобождается изнутри. И тут кто-то вот пишет в ленте вопрос, может быть, сохранить семью. Друзья, представьте, я в браке 10 лет. Как вы думаете, старалась я спасти? Я использовала все инструменты. И вам советую. Когда муж там, я не знаю, не купил вам платьишко или там что-то розы не подарил, или что-то там носки раскидывает, вы все, разводимся. Нет, это все, как бы вы когда понимаете, что это предел, вы используете все инструменты, чтобы спасти. А представляете, я с моими установками, что у меня будет один муж, я никогда не разведусь, что мои дети будут жить в полноценной семье. Я использовала все инструменты. Я пошла в терапию с психологом, хотя я понимала, что психолог нужен моему мужу. Потому что он меня обижает, потому что он сыночек, он не дотягивает до уровня мужчины, как мне казалось. Но у него свои роли, я ему за все благодарна, и люблю его своей любовью, братской такой. Он мне брат, но он не мужчина. Я, как вам сказать, он не мой самец, я не его самка. Я его не хочу. Я его не хочу, да, это большая проблема для многих. Можно возродить отношения. Если прорабатывать их, если вы используете все инструменты, вы понимаете, что здесь ничего не спасти, и вы себя насилуете, просто секс с этим мужчиной, он невозможен. Это насилие над собой. Вы просто будете плакать и болеть, как это было у меня. У меня полетела щитовидка, у меня началась анемия, и я стала болеть. Расскажите про титовидку. Это тоже интересно, кстати. Да, вот представьте, у меня есть эндокринолог, вообще у меня есть все врачи, я думаю, что это очень современно, и иметь врачей по гинекологии, эндокринологии женщин, иметь какого-то психолога, если ты сам чувствительный человек. Кому-то он не нужен, как моей сестре, допустим. Ей не нужен психолог, она сама со всем справляется. Мне он нужен. Я веду с эндокринологом как бы свою историю. У меня есть проблемы по щитовидке. Начались они, наверное, с летом 20. Были, были, да. Я сейчас в ремиссии. У меня был гипотиреоз. Сейчас много рассказываю личного, но, может быть, кому-то это поможет. У меня был гипотиреоз. Что это такое? Ты просто... У тебя выпадают волосы, ты бледный, у тебя не хватает сил ни на что, ты не можешь разговаривать, у тебя в мозгах просто пустота, ты изнутри умираешь. Ты просто умираешь. У тебя с сердцем проблемы. В общем, гипотиреоз это очень серьезная проблема. Врачи-эндокринологи сразу сажают тебя на гормоны. А что такое гормон? Ты проблему не решаешь, ты как бы рану, рану, которую гнойную, рану заклеиваешь пластырем, да, сверху как бы что-то как-то, а внутри-то проблема остается. Вот, допустим, я знаю такую историю, где мужчина с женщиной уже в возрасте, живут много лет, это косметолог там мой. И она тоже говорит, ой, Карин, вы представляете, у меня тоже гипотиреоз. И я нашла в этом некоторую схожесть, что она живет с нелюбимым мужчиной, и она терпит, наступает на себя, крик в себя, и она глотает эти гормоны, но живет с этим мужчина. А она спит на диване, а он в спальне, потому что он храпит. Их дочка в детской. А она спит на диване, она состоявшийся, классный косметолог, у нее там своя сеть косметологии, классная баба, но она настолько, не знаю, чего она боится, она живет с нелюбимым мужчиной, который старше еще ее, и вот, видимо, из-за ребенка, я не знаю почему, и она болеет, и она глушит себя этими гормонами. Я так понимаю, что вот если ей лучше не станет, она потом перерастет в онкологию в какую-то, это вся история. Конечно, обязательно. Если она такой чувствительный человек, и она понимает эту причину, мы все знаем, кто мы, но мы боимся это принять в себе, и мы все знаем, что нам нужно. Но мы вот любим поиграться вот в это вот, во все. И я просто стала понимать, что это тоже вот моя история. Я даже гормоны не стала принимать. Мне эндокринолог, я ее очень люблю, Анастасия Долгих, я тоже очень советую вам этого врача, она подходит к пациенту очень индивидуально. И она мне не стала прописывать гормоны. Она мне сказала, Карин, нам это не помогает, это не помогает, мы дефициты все исключаем, а они все равно летят у тебя куда-то, железо куда-то улетает на стресс. Не надо стрессовать, убери источник стресса. Это когда у вас аллергия, вам нужно избавиться от аллергена. Также вам нужно избавиться от источника стресса. Что такое аллерген? Сейчас я расскажу. Можно добавлю, вот девушка напишет, а то она уйдет, мы потом забудем, а человек с аллергией мутится, это очень трудно. Смотрите, какая ситуация. Любая аллергия, это три составляющих, соединенные вместе. Это то, что ты видела, то, что ты нюхала в этот момент, да, то есть или ела, и произошел удар. Допустим, вот на березовые почки, да, то есть как бы там на березовое цветение, там на цветы на какие-то, на шерсть, на прочее. То есть в тот момент, когда происходил удар, это присутствовало, и ты это чувствовала. И как только это появляется, происходит, это только психологические моменты. У меня была девочка, она ко мне пришла, она ела в воду сухарики и фисташки. Больше она ничего есть не могла, но остальное было аллергия. С одного сеанса, она сейчас котлеты рыбные ест, мясо там с треской, как это. То есть, да, это просто так. То есть, это просто психологическая травма, которая показывает вам, что нужно от нее освободиться, и все. Да, абсолютно. Вообще, да, все правильно. Поправляй меня, потому что ты гуру, а я здесь просто, знаешь... Я не... Вот, давай сразу всем скажем, да, я не гуру, я не учитель, я не, там, какой-то там аум семрикё, какой-то сектант, или какой-то сектант. Нет, я психолог. Моя задача простая. Когда приходит ко мне человек, это великая вселенная. Великая вселенная, в которой есть придуманные им же, этим человеком, себе проблемы, которые мешают ему получить его желание. И когда человек убирает это, растворяет в себе, понимает, что вся любовь есть только в нем, он может идти дальше. Да, стопопоцентно. То есть я вот, вот у меня вот этими словами, я как-то вот не очень. Я психолог, мгновенный, простой психолог, таких, которых миллион. Профессиональный, настоящий психолог. Сейчас я дам тоже, дорогие друзья, человек держит звонки. Меня слышно? Слышно все хорошо? Подряд слышно, да. Кто-то пишет, женщина уникальная. Я вам скажу так, что женщина, это настолько недооцененный сейчас в обществе, такой жизненно важный сосуд для себя и для многих. Женщина настолько чувствительна, мы всегда знаем, что не так, мы всегда знаем, как исправить. Но почему-то мы держимся за установки родителей и за какие-то там травмы, за страхи, что у нас не получится. Мы действительно знаем, даже когда, вот если у вас отношения с мужем не сложились, вы в любом случае знаете причину. И когда вы выбираете партнера, вот на что вы закрываете сейчас глаза, вам просто хочется замуж, на что вы сейчас закрываете глаза, это и будет причиной потом расставания вашего. Выбирайте всегда по любви. Это огромный букет, что нужно выбрать в партнере. Встречайтесь, а мы хватаемся за мужчин, потому что мы боимся остаться одни и так далее. Отнеситесь к этому, к выбору более ответственно. Потом я его воспитаю. А нас так учили, Эдгард, нас так учили, нам бабушка так говорила, терпится, слюбится, какая там любовь, они все одинаковые, нас воспитывали таким образом. Я очень рада, что сейчас у нас меняется эпоха и меняется восприятие, и люди стали думать и стали думать сердцем, не головой. А сколько женщин, которые болеют онкологией, которые терпели своих мужчин, потому что они боялись уйти, боялись остаться одни, потому что мама говорила, да кому ты нужна, да ты вообще кто такая. Очень много таких установок, да. И я всем девочкам говорю, опирайтесь на себя, вы должны быть и духовно развитые, и материальные. Я не говорю про то, что вы должны пахать, как я, да, я просто какой-то бульдозер, я сейчас пытаюсь сбавить обороты, и у меня сейчас не получается, потому что я уже так привыкла, как белка в колесе крутится, но я еще даже на пути к пониманию себя, если бы я сейчас прошла путь, да, мне было бы 60-70 лет, я бы вам сказала, ребят, я могу поделиться своим опытом, вдруг вам это откликнется, но сейчас я сама не знаю, как, я только на пути, и вот Эдгард, мой проводник, и он мне по моему, у меня внутри мой сад, да, красивый, и он меня водит по этому саду, и говорит, ой, смотри, вот это вот этот вот цветочек, он твой, да, мы его любим, и мы его поливаем, а вот этот вот черный, какой-то цветок твой, черный, некрасивый, но это тоже твой, мы его тоже должны принимать, и я принимаю, теперь в себе все. И полюбить его, да, 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 и в отношениях, почему, я сейчас понимаю, что отношения, которые у меня были с мужем, да, 10 лет, они далее невозможны, они возможны, как муж и жена, они возможны, как брат с сестрой, я очень хочу с ним сохранить отношения, это удивительный человек, у него удивительные родители, я люблю эту семью, и я хочу дальше с ними дружить, в принципе, для меня ничего не поменяется, как я его воспринимала, как брата, так я его и дальше буду воспринимать, как брата, я его считаю отличным отцом, шикарным отцом, я его так и считаю, и своим детям говорю, что у вас такой классный папа, он вообще обалденный, и сейчас он улетел, слава богу, что складываются события таким образом, что у нас сейчас отношения на паузе, он сейчас улетел в Турцию по работе, и я счастлива, что этот период мне дан для того, чтобы побыть одной, чтобы он меня не раздражал, и чтобы не раздражала его я, потому что наши отношения в последнее время превратились в а ты, а ты, а ты, это такой инфантилизм, и невозможно договориться, и никогда мы не могли с ним договориться, почему? Потому что я была мамкой, я считала, что как я скажу, так и будет, а он был мой сыночек, или братишка, я не знаю, как назвать. Мама лучше знает. Да, да, да. И сейчас он такой, а что происходит? Мама что в меня бросает? Понимаешь, для него это тоже такой удар. А здесь нужно понимать, что проблема не только в нем, но и во мне, а он должен проработать себя, он должен понять, что не во мне проблема, а в нем, и тогда будет все шикарно. Он должен тоже проработать в себе какие-то обиды, и быть мне благодарен за многое. Потому что я, понимаешь, как у нас получилось, я считаю, что я вообще все сделала в наших отношениях, да, и все благодаря мне. А он считает, да ни хрена бы ты вообще без меня не справилась. У нас, конечно, интересные отношения, я надеюсь, что мы с ним будем дружить. Знаете, как я хочу? Я хочу, чтобы мы когда-нибудь полетели вместе в путешествие двумя семьями, у него были дети, у меня наши общие дети, мои уже дети, и мы дружили, и мы, я не знаю, возможно ли это, но это такая вот моя... Все возможно. Такая моя... Я думаю, что все это реально будет и возможно. Мне очень бы хотелось. Карин, ты про гипотериоз недорассказала, это тоже очень интересно, я думаю, будет многим. Когда я начинала, я вам скажу так, что эндокринолог постоянно меня проводит, я сдаю анализы, и она говорит, ничего не помогает. И когда она мне сказала, Карин, нам нужно уже сесть на Эутерокс, я сказала, нет, все, я меняю психолога, что-то не так. Я стала чувствовать, что это не решение вопроса. Вам всегда тело подскажет, если вы чувствительный человек. Да, в принципе, я думаю, что многие, кто понимает, что нужна помощь, все чувствительны. Я понимала, что если мне уже мой эндокринолог дает гормон, мне надо залезть глубже в себя еще. Что-то я не проработала. И здесь я нахожу Эдгарда просто совершенно случайно через клиентку твою. Она мне не давала контакт. Я вижу, блин, какая она духовно развитая. И она сохранила отношения с отцом, который там ее бросил. И она столько рассказывала истории про себя, но она сказала, я никогда своим психологом не поделюсь, потому что я хрен потом к нему запишусь. И я такая думаю, так, как мне... Я написала ей. Я очень извиняюсь, но у меня очень серьезная ситуация. Я просто умираю. Мне плохо. У меня тут все летит по здоровью. Я на грани развода. Я нахожусь в таком трешнике. Я просто умираю. Помогите мне. И она мне не отвечает. Она тоже достаточно известная личность. И думаю, ну, короче, она мне не отвечает. Что делать? Что делать? И я залезаю в ее подписки и вижу, что у нее единственный психолог, на которого она подписана, это ты. Я думаю, джекпот. И я просто подписываюсь на тебя, и я понимаю, это то, что мне надо. И я беру консультацию первую, и все. Я стала... У меня сразу такая галочка, все, мы начинаем работать здесь. Здесь мы, знаешь, как с металлоискателем. Ты ходишь, начинает пикать, и о-о-о, все, мы здесь начинаем копать. И мы стали с собой работать в сопровождении. И представляете, с каждым разом мне все лучше и лучше по самочувствии. Вот вы сейчас видите, у меня такая красивая, счастливая. Когда я пришла к Ветгарду, я была вот такая просто... Ты помнишь, какая я была? Я была просто такой колючий, зажатый ежик, у меня были так вот задроты плечи. Я была просто в таком состоянии, сейчас это я такая расслабленная. А тогда я была уже... Тогда я была в каком-то состоянии, в своей пещере, в боли. Я просто уже готовилась, я не знаю, к самому худшему. И с каждой консультацией мой гипотериоз стал отходить. У меня был ТТГ завышен, там, или Т4, я уже, честно, и не помню. Все гормоны после прохождения, сопровождения, у меня все гормоны стали на место. Вот как это объяснить? Я сейчас, я сейчас, я сейчас просто шикарно себя чувствую. Я просыпаюсь таким бодрячком. У кого есть проблемы с щитовидкой, знают, что это вообще ты просыпаешься, уже уставший, ты уже опять хочешь поспать, ты уже как будто бы устал. И я, меня вырубала, выключала уже в 5 часов, мне хотелось спать. Как работать? Как заниматься детьми? Как вообще жить в таком состоянии? И гормоны здесь могут помочь, но они тебя просто вот так вот поддержат. А причины-то, она не искоренена. И вот сейчас я без гормонов, без таблеток. Отсутствие гормонов, отсутствие гормонов, это сжатые чувства. И когда люди начинают пить гормоны извне, эти чувства-то разжатся, не разожмутся никогда. Любые гормоны, гормональные вообще изменения, это сжатые чувства. Да, да. И все? 100%. И у меня, я сдала анализы, отправила своему эндокринологу, и она, ура! Ура! Мы это сделали! Я такая, я прошла глубокую терапию с психологом. Представляете, как долго, я года три, наверное, вот в терапии, в терапии в разных, с разными людьми, с разными психологами, но никто мне не смог помочь. И как важно найти своего психолога. Знаете, вот многие, кто обращаются к психологам и говорят, фу, да, мне ничего не помогает, я безнадежный, и это вот мой крест, да? Не думайте так, ищите своего человека. Или вот, допустим, не ищите, не тракьте время, воспользуйтесь моей рекомендацией. Это не реклама вообще, ребят, я плачу за каждую консультацию, это до хрена стоит денег у Эдгарда. Это не дешевый психолог, сразу скажу, но это никакая не реклама, у нас нет никаких там барказных условий, Эдгар подтвердит. Это все, я просто, я хочу вам помочь. Как мне было плохо, я плакала каждый день, я просто думала, а муж смотрел на меня и говорил, ты любишь страдать, ты любишь, тебе нравится, когда тебе плохо. А я ему говорила, блин, мне так нужно, мне так плохо, мне так больно, и я просто, меня как будто никто не понимал. А сейчас, вообще все классно. Я сейчас на пути к пониманию себя, я хочу понять, кто я, я хочу понять, что мне нужно, я хочу быть счастливой, я хочу любить, но я сейчас не буду торопиться уже, знаете, если раньше я перетекала из отношения в отношения, у меня, я не помню, когда я была одна, мне всегда нужен был спасатель какой-то. Здесь не получилось, давайте следующего попробуем, да, мне всегда нужен был мужчина, как папа рядом. А мне сейчас папа не нужен, потому что у меня есть папа, да, пусть он такой, какой он есть, но у меня есть папа, у меня сейчас дошли отношения с папой до такой степени, что он мне звонит и каждый раз говорит, доченька моя, я тебя люблю. И я говорю, папочка, я тебя тоже люблю. Как мне не хватало этого раньше. Где ты был раньше, хотелось мне ему сказать. Когда меня в школе обижали, где я дралась на стройке, сестру защищала, где я деньги зарабатывала, где я всем врала, что папа у меня крутой на джипе ездит. Понимаешь, мне так хотелось, чтобы у меня был папа. И вот сейчас тоже не буду давать совет, как говорится, свой совет себе посоветуй. Родители, вот если вы в разводе, если вы уезжаете от детей, звоните каждый день своему ребенку. Ваше участие в жизни должно быть. Каждый день звоните, чтобы ребенок чувствовал. Вот если бы мне папа звонил каждый день, да, или через день и говорил, доченька, как у тебя дела, как в школе, не обижает ли кто тебя. И чтобы он меня выслушивал. Я говорила ему, пап, меня обидели. Потому что маме такое не скажешь. Мама, что она сделает? Маму не хотелось тревожить. Мама, она слабая. Мама, мы не хотели лишний раз расстраивать. Мамочку. А папа, он же сильный, он же все сможет. И папе я могла бы это все рассказывать. Мне не пришлось быть такой бабой с яйцами, может быть. Это я сейчас стала развивать в себе женщину, такую женственность. Я на работе могу быть жесткой. И то я сейчас по-другому веду уже свою линию. Во мне сейчас очень много женственности. Раньше я даже выглядела по-другому. У меня были, кто меня помнит, да, из Ставрополя. Я вижу, что очень много здесь моих девочек. Помните, какая я была? Я была с черными волосами. У меня был боевой раскрас. Это я сейчас подкрасилась немножечко к эфиру. А в обычной жизни я очень редко крашусь. Я принимаю себя такой мягкой, женственной. Я по чуть-чуть убираю вот эти щиты мужские, да, потому что я принимаю себя, какой есть. Я могу быть разной. На работе я могу быть воинственной. Там, со своим любимым мужчиной. Я могу быть там шилюшкой. С детьми я могу быть матерью. Я вообще классная, разная. Я принимаю в себе все мои черные стороны и светлые. Я просто начинаю только в себе это принимать и в себе это любить. И я хочу, чтобы каждая, наверное, начала этот путь к себе. И начинайте расчехлять то, что болит у вас. Не глотайте таблетки. Не пейте транквилизаторы. Не пейте. Мне психологи столько прописывали. Они видят, что со мной дела плохие. Ничего не помогают. Они мне прописывали. У меня полная аптечка четырьмя препаратами забита. У меня там и аторакс есть, и всякие препараты какие-то там. Да, чтобы с захватом серотонина. Мне советовали столько всего, чтобы меня спасти. Потому что они понимали, что мне ничего не помогает. И я просто очень многим хочу пожелать начать работу над собой. Вам никто не поможет извне. Вас никто оттуда не вытащит, кроме профессионалов. Вам нужен не муж, спасатель. Вам нужен психолог. Вам нужен хороший психолог. И начинайте там, где болит, заходите туда, открывайте этот сундучок Пандоры, заглядывайте туда. И забирайте оттуда своего ребенка, которого вы там оставили с болью. И принимайте его, обнимайте, как у нас в сопровождении. Как я очень часто говорю, кто в сопровождении пойдет с Эдгардом, он знает эту практику. Когда вы заходите в тот случай, где вам было плохо и больно, вы смотрите на эту Карину. Вот как я захожу, смотрю на эту Карину, зову ее, пробуждаю, прощаю себя и ее за то, что я так надолго ее оставила там, с этой болью. Эта же боль тянется, допустим, вот из детства вот до сегодняшнего дня. И представляете, как много вы об этом думаете, у вас внутри вы как будто бы сумка с такими клубочками из боли. И как можно быть счастливым человеком, если у вас только боли? Туда заходим, забираем этого ребенка, мы его прощаем, себя прощаем, всех прощаем, любим, принимаем этот опыт с благодарностью и живем дальше счастливо. Вообще, мне кажется, миссия для женщины и самое главное, это наслаждаться вообще. Просто наслаждаться мужем, детьми, с собой, кайфовать. Сохранить себя, это очень важно. А как можно сохранить себя? Вот Карина хорошо сказала, да, то есть это умение прощать, троекратное прощение. В русском языке, в русском, ну, в русском знании есть три удивительные вещи. Две. Покаяние и раскаяние. Покаяние, это покаяние я, это прости меня и я прощаю тебя. И раскаяние, это я прощаю себя. Получить право на ошибку, что ты всегда можешь себя простить и идти дальше. Освободиться от этой обиды, потому что все обиды находятся только в тебе самом. Их больше нет нигде, ни в маме, ни в папе, ни в муже. Они живут своей жизнью. Каждый человек живет своей жизнью. А ты живешь своей, но ты все время ждешь, что тебя кто-то полюбит. Ну, так всегда у человека происходит. Да. И когда человек начинает видеть, что вся любовь находится только в нем самом, человек начинает жить, любить и радоваться. Разрешает себе ошибаться и понимать, что да, я могу быть таким, могу быть таким. Карина, вот там девушка спрашивает, сколько это сопровождение длилось? Ну, то есть, за сколько времени у тебя вот начало гипотериоза и через сколько времени у тебя он прошел? Ну, сколько? Это шесть сопровождений примерно. Это заняло месяц, да? Месяц, да, это один месяц. Шесть консультаций в течение месяца. Первая консультация установочная и потом еще пять консультаций в течение месяца. Да, и я рассказала только лишь свою историю, а вы понимаете, что у вас другие могут быть болезни. У кого-то цистит, у кого-то печень, у кого-то спина, я знаю, у меня есть подруга, которая тоже к Эдгарду хочет обратиться, я не знаю, она обратилась или нет, у нее дикие боли в спине, она поделилась со мной, что ее жизнь тоже разрушается, ей очень сложно, ей ничего не помогают, не сильнейшие уколы, какая-то причина есть в психосоматике в себе, внутри, что спина болит очень сильно, ничего не помогает. Что это? Груз ответственности. Да, скорее всего. Груз ответственности. у меня огромное количество ответственности. Давай, Карин, мы сейчас дадим маленькую практику всем девушкам прекрасным, чтобы они посмотрели ту, которую практику ты начинала с чего, помнишь, да? Да. То есть, кто замужем, кто живет в состоянии замужества, кто развелся и хочет найти себе другого партнера, более честного, более любящего, менее предающего и прочее, прочее, прочее. Возьмите листочек бумаги, разделите на четыре части. Я всегда, когда слушаю книги твои или консультации, вебинары, я все конспектирую. Это здорово, потому что это все остается в тебе, потом с тобой. Потому что книг-то много, где, а конспект-то он всегда уже своей рукой написан, живой. Так, делим листочек на четыре части. На четыре части, да. и для мужчин тоже. Неважно, какая разница. Вот, на первом, делим так же, делаем один, два, три, четыре, помечаем. В своем порядке, как интересно, один, два, три, четыре, четыре квадратика, номерую. Все, готово. В первом квадрате, каким твой мужчина не должен быть никогда ни за что. Ага. Муж. Ну, то есть, неважно. Во втором квадратике мы пишем, каким мужчина должен быть твой. Ага. Да, это твои установки по поводу того, каким он не должен быть и каким он должен быть. в третьем квадратике мы пишем, что в мужчине тебя раздражает в твоем. Ага. и четвертые ненавистные слова, с которыми он тебя оскорбляет. Ага. Напишите хотя бы пять в каждом пункте. пункте. Неприятно так это все писать, если честно. Особенно то, что раздражает ненавистные слова. Да, но они же ведь есть, так ведь, да? Вот у меня буквально недавно была прекрасная девушка, да, у нее самое ненавистное слово, она просто чушка. То есть, вот, муж так вот любил, любящим убивать. А мне муж говорил, какая ты тупая, блин, какая ты тупая. Представляешь, а я думаю, вау, нифига себе, у меня столько магазинов, я зарабатываю бабки, какая я могу быть тупая. И меня это так обижало, думаю, ну что тут такое вообще. если нет сейчас мужчины, напишите, давайте еще раз, каким мужчина, первым, каким мужчина должен быть? А каким мужчина никогда ни за что твой не должен быть? Ну, то есть, он не должен никогда быть пьяницей, не должен быть алкоголиком, не должен быть там каким-то, не должен быть абьюзером, не должен быть. Каким он должен быть? Он должен зарабатывать 100 миллионов рублей в день и прочее, прочее, прочее. Именно что тебе надо? Какой мужчина твой должен быть? Именно должен быть. Что он должен делать для тебя, твой мужчина? Третий квадратик. Что тебя раздражает в данный момент времени с мужчиной или, может быть, последние твои отношения? Что тебя больше всего раздражало в этом мужчине? И в четвертом самые ненавистные слова, которые он произносил. Вот девушка пишет, меня муж не оскорбляет и слава Богу. Давайте по-другому скажу, Лана. То есть вот те слова, которые он говорит, а тебе от них сжимает. Именно сжимает. Это есть в каждой семье. Ну, если это, допустим, не первые полгода жизни. Именно те слова, которые... Это могут быть не оскорбительные слова, но они сжимают. Вот посмотри в них. Это как раз та самая честность. Быть честным по отношению к себе. Да, это очень важно. Я даже знаю такие истории, когда люди, рассказывая психологу какую-то свою проблему, пытаются выглядеть перед ним экологично, хорошим. Да, не рассказывая самую жесть. А нужно говорить всю самую жесть. Это же вы говорите самим собой, ну, грубо говоря. Зачем вы себя обманываете? Поэтому результатов нет. Многие не рассказывают самые проблемы. Допустим, тоже бывают ситуации, ну, очень страшно, когда изнасиловали тебя, да, там, в детстве, или там, отец сильно бил. Очень многим это стыдно. С психологом они это не обсуждают, не прорабатывают. И терапия, конечно же, не удается. Нужно быть настолько честным с психологом и самим собой, чтобы решить, чтобы вылечиться. А то вы к врачу приходите и говорите, у меня болит палец. А на самом деле у вас болит вообще рука вся. Или вы скрываете что-то, какую-то там свою болезнь. Это, ну, большая тоже проблема. Да. Вот самый яркий пример у меня был буквально в воскресенье в этом. У меня в телеграм-канале, Эдгар Дайцев, психолог, можете набрать. Очень интересный канал. Там по воскресеньям проходят консультации. Консультации, причем, каждый люди пишут свои истории. Кто больше получит лайков, тому консультации проходят. И вот была женщина Настя. Прекрасная, удивительная девушка, женщина, да, то есть 50 с лишним лет. У нее произошла ситуация. И когда мы пошли в терапию с ней, да, то есть она говорила, там все фигня. Я давно уже это забыла. Это все фигня полная. Но один маленький нюанс. Когда она начала говорить ей, той прекрасной девушке Насте, она сказать не могла, она вышла из консультации. Она вышла из терапии. Во-первых, может быть, потому что было очень много, ну, как бы люди же смотрят эту консультацию, да, то есть она не готова была открыться. Публичность, публичность, да. Конечно. Поэтому все мои консультации, они онлайн. И самый главный момент, вот, наверное, мой дар психолога, да, что как только консультация проходит, я ее забываю. Я не помню. Вот если меня сейчас будут током пытать, какие консультации мы проходили с Кариной, я их не помню. Да. Это так, потому что моя задача провести человека в его боль, да. Человек там все сделал, поделал для себя все, что нужно, да. Я вышел, это же не моя история. Зачем я буду о ней думать? Знаешь, Эдвард, ты говоришь, что ты забываешь, да, истории своих пациентов, можно так сказать, клиентов. А мы забываем, почему я тоже вам советую все конспектировать, какие-то тезисы, оставлять для себя некоторый якорь. Потому что мы тоже, мне, допустим, нужно сопровождение, наверное, длительное. Потому что настолько эти установки во мне глубоко засели, мне хватает консультации на период времени. Если я это не запишу, не зафиксирую для себя, да, как у некоторых план, я опять сваливаюсь, я опять сваливаюсь в эти установки. И когда я начинаю сваливаться, я пишу помощнице Эдгарда и говорю, так, у меня появились проблемы, мне надо обсудить. Потому что действительно мне, видимо, я еще не настолько стою крепко на своих психологических ногах, да, чтобы просто уже дальше идти. Вы должны тоже понимать, что вы получаете информацию, вы настолько должны ее принять. Вот вы сейчас, вот меня Эдгард подлечил, он меня размотал, да, я увидела, где я, кто я, у меня нет сейчас боли. Но появляются дальше люди, которые мне боль причиняли, да, они появляются, и опять я чувствую эту боль. У меня же нету этой защиты. И я опять такая, блин, они меня опять обидели, что делать. И вот как-то хочется подольше побыть в этом состоянии, чтобы его запомнить, что ли, и принять в себя, впитать. Ну, как бы это такая, вот для меня, допустим, это сложная история. Мне кажется, что мне на протяжении всей жизни нужен будет проводник, потому что я такой чувствительный человек, очень чувствительный человек. Для этого как раз я и делаю вот эти медитативные программы, вот кейсы так называемые, да, именно программы психологические, потому что каждое там утром и вечером медитативные процессы. Но это не просто медитация, вот как в Ютьюбе медитация, там, посмотри себе на нос, там, увидь себе вот это вот. Это все здорово, они хорошие. Ну, наверняка, если их делают, значит, они хорошие. Я делаю психологические процессы. То есть я все-таки, наверное, ну, скажем так, ученик таких великих, уже не живущих давным-давно людей, да, таких как Пирогов, Бехтерев, понимаешь, Павлов, то есть Платонов, да, то есть Константин Иванович, да, то есть это корифеи, скажем так, корифеи нашей психологии. Я про таблицу расскажу, девочки, подождите, давайте я закончу. Которые рассказывали, что есть такое понятие, как слово. И это слово, ну, то есть это как в Библии, помните, вначале было слово, и слово призывало Бога, и слово было Бог, у Бога, да, то есть буква О, она призывная, слово призывало Бога. То есть каждое слово, оно может убить, а может исцелить. И вот все эти процессы, все эти программы построены именно вот таким образом, чтобы вы могли увидеть, сколько обид находится в вас и прощать, потому что к психологу находиться невозможно. Программа сопровождения стоит 50 тысяч рублей. Ну, не каждый человек готов себе ее позволить, да, то есть, ну, потому что это, это, да, да, когда уже есть болезни, можно, конечно, на гормоны потратить еще больше денег, да, там, или на какие-то там лекарства большие, да, а можно это исцелить и убрать. Причем гормоны не факт, что уберут, да. Да, да, да. Это другая история, да. А здесь именно, чтобы человек зашел, и они научно доказали, что это работает. И эти программы, они работают, они очень многим людям принесли уже пользу. Огромное количество, больше 40 тысяч человек уже на сайте, эту программу, ну, как бы, какие-то программы брали, какие-то процессы и прочее, прочее, прочее. Они помогли ими, помогут вам. Поэтому вот программа «Ты меня бесишь» или «Я тебя не хочу», «Я тебя не хочу», да, это как раз вот то, о чем мы сегодня говорим. Чтобы даже просто прийти к этому, хотя бы увидеть, что в тебе это есть. А как увидеть? Мы сейчас вот смотрим. Теперь возьмите из этого, того, что вы написали, и исключите по одному, просто отдельно напишите, вот из того, что вы написали, по одному пункту. Ну, допустим, самое страшное обзывательство, каким не должен быть, вот самое главное в этом пункте, какое? Каким он не должен быть? Каким не должен быть твой мужчина, Карина? Тупым. Никогда ни за что. Тупым. Да, то есть ты не можешь принять тупость. Нет, каким он не должен быть? Он не должен быть абьюзером, алкоголиком. Алкоголиком, одно слово, алкоголиком. Да. То есть, а каким он должен быть? Любящий. Любящий. А помнишь, есть такая удивительная молитва? И прости нам долги наши, якоже и мы прощаем должников наших. Да. Да? То есть, если он, каким он не должен быть? Не должен быть алкоголиком, да? У тебя страх к алкоголю. Да. Очень большой страх. Если страх к алкоголю, значит, либо это папа пил, ну, бил маму, да, там, на какие-то моменты. У папы были проблемы с алкоголем, да, у папы были проблемы с алкоголем. Да. Они сейчас у него есть периодически, но он, знаешь, тоже такое выходит из этого состояния. Да. И если есть проблемы с алкоголем у папы, ты не можешь принять папу-алкоголика. А что не может ребенок принять в папе-алкоголике? Это стыд за папу. А если есть стыд за папу, будет всегда стыд за мужа. Только муж потянулся к рюмке даже, то есть, вот одну рюмку выпить там с друзьями, да, у тебя уже будет паническая. Да. А у меня вообще проблемы с алкоголем. Я вам точно скажу. Видите, как это все работает? На своем примере. И когда ты убираешь это, вот когда ты просто это убираешь, да, все прощаешь это в себе, понимаешь, что ты разрешаешь другому человеку быть, и тогда ему не нужно доказывать тебе, потому что ты будешь на него давить, чтобы он не пил, а он тебе будет доказывать, что он сильнее, да, и будет пить. А потом еще и может по загривку треснуть. Идем в следующее. Каким должен быть твой мужчина? Любящий. Я просто показываю, как вот эти... Любящий. Да. То есть, любящий, то есть, если мужчина должен быть любящий, а как это мужчина любящий? Как это? Что такое любовь? Как это? Ну, это некоторое проявление чувств, которые нужны мне, трепетность, внимание, мне, я знаю, что мне нужно, что мне нужно. Для меня любовь, она вот состоит из многих параметров. Только один маленький нюанс. Мужчина, он очень, ну, я не скажу, что мужчины, они примитивны. Нет, они очень умные, у них большие кругозоры и прочее, прочее, прочее. Но один маленький нюанс. Мужчины отвечают за его жизнедеятельность, старый рептильный мозг. Женщины – кора головного мозга. И мужчина либо делает, либо думает. Если он будет трепетным, он перестанет в этот момент делать. Он будет думать, как быть трепетным. А главная задача любви мужчины как раз, очень интересно, в том, что его главная задача делать, он делает. Для него дело производства, его, очень важно. А чтобы он был любящим и трепетным, да, женщина должна его совлазнить. Да, абсолютно точно. Да, а если есть такая ситуация, то я тебя не хочу. Понимаешь, да? То есть если мужчина должен быть любящим, да, то значит он не любящий. И как раз вот эта вот программа «Ты меня бесишь, я тебя не хочу», она как раз дает возможность туда заглянуть и увидеть. Увидеть, а почему с собой так происходит? Помнишь, когда мы нашли вот эти вот обиды в тебе, они исчезли. Да, да. И после того, как мужчина был абьюзером, да, он вдруг стал братом, он стал любимым. Ну, то есть как бы ты его любишь. И ты даже если, ну, скажем, тьфу-тьфу-тьфу, если даже вы разведетесь, да, то есть у тебя к нему есть отношения, есть любовь, есть уважение. И дальше ты пойдешь строить уже свои отношения из уважения к мужчине. И тогда есть шанс построить новое. А если женщина выходит из обид на мужчину, ну, как бы разводится, да, с обидами, она будет через эти обиды смотреть на всю матрицу, на всех мужчин через свою матрицу. Да. Через матрицу она будет искать этого мужчину. Что тебя в нем раздражает? Вот самое главное, что тебя раздражает, мужчина? Инфантилизм. Инфантилизм. Да? Что такое инфантилизм? Я бы, конечно, смог, но. Да, я бы, конечно, смог, но. И если тебя раздражает инфантилизм, то есть твой мужчина прекрасный, удивительный, крепкий, сильный, стал вдруг инфантильным, то если посмотреть книжку «Жили-были», то ты в какой позиции находишься? Я же мать. Да. Да? Я же мать. Ну, то есть, куда нужно посмотреть? В твою мать. Да? То есть, третий момент, куда нужно посмотреть. То есть, и четвертое, а какие слова тебя оскорбляют? Самые страшные слова. Тупая. Ну, если не хочешь говорить, ты готова вычислить. Нет, я готова рассказать. Тупая. Меня раздражает. Это ненавистное слово для меня. Тупая. Тупая. Мама, ну, кто говорил тебе тупая? Откуда ты знаешь, что тупая – это больно? Из школы. Саша, у меня были проблемы в школе с обучением, да. Подростковый период, да? То есть, подростковый период, там девушка вызвала тупой. Он достаточно был длительный, потому что я пошла в школу с пяти с половиной лет, мне было сложно учиться, и я всегда на себе ощущала это недогоняние, это тупость. И, ну, надавно не то, что смеялись, но как бы были моменты. И учителя, ну, в девяностые, и учителя тоже могли обозвать и дать тебе понять, что ты тут кто ты. Да. Поэтому вот тебе четыре уже травмированных роли, в которых имеет смысл, просто нужно понять, что в семейных отношениях там не одна роль работает, там огромное количество обид, это комплексная мера. И вот у меня есть консультация, просто консультация, да? То есть, одна консультация, и она тоже дает огромный результат. Есть сопровождение. А есть вот эти вот так называемые психологические программы. Потому что к психологам не находишься. А эта программа ты взял один раз, и она всегда с тобой. То есть, если твоя лодка в твоей реке жизни села на мель, то эта программа как раз тот самый инструмент, чтобы пойти, посмотреть и простить самого себя. Они, скажем так, недорогие. Стоимость такой программы 5 тысяч рублей. Но эта программа, она всегда, она всегда остается с тобой. И если ты будешь ее делать, ты увидишь много интересных своих травмированных ролей, которые в тебе находятся, да, и которые разрушают твои семейные отношения. Вот это очень важно осознать. Когда ты психологически здоров, у тебя вообще не должно быть ничего? Ты должен столкнуться с проблемой, что я должен здесь написать, по идее, да? Да. Ты должен сказать, а мне нечего здесь писать? Да. Когда тебе нечего там писать, когда мужчина, ты понимаешь, что тебе мужчина ничего не должен. Изначально. Он взял ответственность перед Богом за тебя. Что он тебе должен? А вот девушка пишет, хорошее выражение, когда мужчина говорит, иди там в мужское причинное место, да? Вот мои клиентки после того, после консультации, берут мужчину за руку после таких слов, говорит, любимый, пойдем, куда? Пойдем, ты же меня отправляй. Мужчина зовет. Когда мужчина кричит на женщину, он зовет ту, которую ему не хватает в данный момент. Запишите. Эту роли ему не хватает. Когда такие вещи говорят, бери за руку его и веди в комнату, скажи, любимый, пойдем, пойдем, пора. И тогда конфликт исчерпался. Вы создали новую коммуникацию. То есть, муж называет тебя толстой. Что ему не хватает? Пышечки, что ли, какой-то рядом? Пышечки не хватает, да? Ему купить пирожок? В этой сексуальности, в этой пышечке. Потому что, если женщина считает себя толстой и некрасивой, то она будет дарить мужу толстую и некрасивую. А если женщина будет дарить ему секс-модель XXL, вот-вот. А мужчине-то зачем? Что он у вас? Гомосексуалист, что ли? Зачем ему идти в это место причинное? Это его оскорбляет. И происходит обида, происходит конфликт. А зачем вам в семье конфликты-то? Моя задача показать человеку, как можно выйти из конфликтов и ржать над этими конфликтами. Потому что, когда происходит реакция, когда происходит вот эта боль, и она выходит, это идёт ваша энергия. И в этот момент вы её сливаете в унитаз. А это энергия для ваших желаний. Но таки начните говорить мужчине то, что вы хотите от него услышать. Это удивительная игра. Она вот прям убирает конфликты. Это как раз то самое, когда в Библии говорили, тебя ударят по щеке, а ты поставь другую. Да. Потому что, когда он тебя хочет ударить по щеке, да, у него идёт энергия. Ну так преобразуйте эту энергию в получение семейного благополучия. А не доводите мужика, чтобы... Ну да. Какие отношения невозможно спасти? Если перестал нравиться запах мужчины, если он противен тебе в постели, когда уже вообще невозможно спасать? Когда есть какие-то вот эти обиды и эмоции, это понятно, что ещё не конец. Можно всё принимать, работать с этим. Для этого и нужны вот эти вот кейсы, да, у тебя на сайте, которые называются «Ты меня бесишь». Это если у вас семья, я вообще за то, чтобы спасать семьи. Правда, нужно использовать все инструменты, особенно профессиональные, которые уже спасли там тысячу семей. А когда вот сто процентов не спасти уже ничего? И нужно двигаться дальше и тебя не мучить. Вот сейчас вот ситуация идёт, да, то есть вот, во-первых, когда у мужчины ПТСР. И когда мужчина уже этот ПТСР, скажем так, раскручивает и не хочет идти к психологу. Ну, ПТСР – это посттравматический синдром, так называемый. Ага. То есть когда уже человек постоянно воюет в своей голове. То есть если у него в голове всю жизнь война, то есть там будет, ну, там трудно, там без психолога не решить этот вопрос. Когда мужчина запомнил алкоголик и когда уже у мужчины, то есть если опять же он не хочет с этим что-то сделать, да, когда уже, скажем так, не мужчина появляется, а алкоголическая сущность так называемая, да, то есть лярва. То есть там трудно уже, да, то есть там, ну, там нечего уже спасать, то есть это как вот, ну, другой человек. А всё остальное реально можно решить вопрос, спасти. Да даже, говорю, если вы готовы разойтись с мужчиной, да, то есть нужно разойтись по-братски, да, то есть обняться и сказать, ну, всё, любимый, вот, ну, всё, пошли мы. Ты пошёл своей дорогой, я пошла своей. Да, 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 так любишь, ты можешь любить даже человека настолько, чтобы освободить своё место, чтобы он любил. Ты меня не любишь, я тебя не люблю, я и себя с тобой не люблю, а ты себя со мной не любишь. А зачем? Я хочу, чтобы ты любил кого-то и себя любил там, в других отношениях, и я тоже хочу любить тебя и другого человека, чтобы меня любили. Да. Полностью с тобой согласен. Да, то есть вот обратите внимание, насколько, вот даже вот простой маленький тест, а вы написали пять в каждом, то есть это 20 травмированных ролей, которые играют с вами в вашу жизнь, то есть они играются с вами в вашу жизнь, которых вы не принимаете, которых вы не хотите принять. А пока вы их не примете, пока вы не поймёте, что за каждой этой ролью стоит обида. А в этой обиде стоите вы. Вы, которую вы не принимаете, а это страх проявиться. То есть вы хотите же получать деньги, вы хотите там двигаться по своей работе, вы хотите куда-то идти, там ещё что-то делать, да. А если вы проявляться начнёте, то и эти роли вам тоже нужно осветить и проявить. А тогда люди узнают, какая вы на самом деле. И когда ты примешь их, вот вчера у меня девочка была, ей дочка, ну как девочка, ей тоже 50 лет, ей дочка сказала, что она мразь. А потом, когда мы эту мразь приняли в ней, да, когда она пошла с ней погуляла, пока она ей там мороженку пошла покупать и прочее, пятое, десятое, да, то есть она может быть любой. И интерпретация мрази-то, это дочерины интерпретации, а ей стало больно, ей стало обидно. И вот когда человек принимает эту обиду, у неё просыпается любовь к дочери, она разрешает ей быть любой. Это проживание дочери, а не её. Вот это очень важно осознать, что все эти обиды находятся в вас. Даже мужчина, который вас обидел, он уже и забыл об этом через три дня, что он говорил в этой, в суете. А вы это помните и несёте с собой, и вы будете ему мстить. А эта месть порождает новые обиды и новые скандалы, и этот мешок обид начинает накапливаться и прирастает в гипотериозы, поджелудочные, сахарный диабет, ожирение, кишечник, желудок. Это же всё психосоматика семейных заболеваний в основном. Маска, молочницы, цистиниты, полипы, всё это, всё, это ваше непринятие. За всем, за любыми вашими болезнями стоят ваши непринятия самих себя. Тут все пишут, сохраните эфир, сохраните эфир. Я не смогу это сделать, это Эдгар. Я сохраню эфир обязательно, обязательно сохраню эфир. Очень, если у вас есть какие-то вопросы, добрые девицы и мужчины, которые смотрят, пишите. Я отвечу на любые ваши вопросы. Пишите добрые. Мне кажется, эта тема просто необъёмная. Да. Тема большая, тема необъёмная. То есть, ну, будет время, если у тебя когда-нибудь, ну, ещё соберёмся, ещё поговорим по этому, если ты захочешь. я последнее время, потому что, видишь, я-то дядька уже, дядька уже большой, то есть, мне уже, вот, я говорю, через неделю будет 56 лет, да, то есть, и я не могу говорить языком, то есть, и у меня, я узко заточенный на вот эти причинно-следственные связи, ну, у меня так голова просто выстроена, и донести до женщин вот эти вот обиды, вот эти вот моменты, да, мне не всегда, у меня правда не всегда получается. А вот когда такие прекрасные девушки говорят, свои проживания, свои переживания, то есть, других это, ну, они просто видят, что у них есть то же самое, какое огромное количество девушек, как в меня посмотрел. Просто, нужно понять, что ты живёшь в обидах, ты живёшь в проживаниях, ты живёшь в своих алгоритмах, своей боли. Но боль, само слово переводится, да, если брать из буквицы, боги объединяют людей в проявлении. Боль, это самая любящая часть тебя, это просто ты же сама в какой-то обиде, оставшаяся, и которую ты не можешь принять самой себе. И всё. Да, да, вообще всё в нас, всё в себе. Я повторяю, что мы знаем, кто мы, и мы знаем, что нам нужно. Но мы играем вот в эти игры. Мы знаем, что партнёра мы не того выбрали, ну ладно, сейчас нам нужно время некоторое с ним побыть, дальше посмотрим, что будет. Мы всегда об этом знаем. Да-да-да-да-да. И лучше не удивляться, и зачем удивляться. Ты сам себя обманываешь, но ты всё равно в осознании где-то знаешь. Ну я же знал, что так будет примерно. И даже когда мы выбираем друзей, работу, мы всегда знаем, на какой это примерно срок. Да? И самый главный момент, что этот срок, я его исправлю. Я его исправлю. Я его сделаю таким, каким я хочу. И очень часто происходит, когда женщина встречает и видит мужчину, мачо такого, да, сильного, крепкого, там такой, прямо там, понимаешь, потом начинает снимать с него то, в чём он одевался, одевать его в другое, да, делать ему новую прическу, то есть делать из него пупсика. А потом этого пупсика ненавидеть, потому что любила она мачо. Да, да. Это очень часто происходит с женщинами. Эдгар, тут вопрос поступил от девушки, мне это тоже очень интересно. Как объяснить расставание детям с их отцом? Сказать им по-честному. Сказать им по-честному. А у меня почему-то такое, такие мысли, что всё равно говорить, что папа работает, вот он очень там часто занят, немножечко как-то отдалить этот момент. Когда? Нет. Когда наступать? Нет, просто сказать, что мы вас любим обоих. Мы вас, и папа, и мама вас любят. И они любят друг друга. Но просто так сложились ситуации, что, ну вот так бывает. И после того, как мы расстанемся, ничего не изменится для вас. Потому что, если есть отношения, если, а ты это убрать, да, то есть отношения мужчины и женщины и ответственность. За тех детей, Ну а как они изменятся? Вот допустим, я развожусь с мужем, да, я живу с детьми, папа не появляется два-три дня. Для детей уже изменилось. Я им пообещала, что ничего не изменится, мы вас любим, и папа любит, и мама. Но они же видят, что мама рядом, а папы нет. Что-то изменилось. Сколько в расписании детей было папы в течение дня? если папа все время работал. Это уже папа на работе. 15 минут, но сейчас же есть еще такая штука, как ватсап, да, допустим, вайбер, телеграм, где можно просто сказать, что давай в такое-то время ты будешь с ними созваниваться и просто разговаривать. Хотя бы 5 минут в день. И я советую мамам дурацкое слово. Я хочу сказать, что мамы, которые в разводе, не ограничивайте общение своих детей с отцами. Наоборот, напоминайте своему бывшему мужу, что привет, как дела? Без наезда. Не то, что я тут тебе сказала, позвони там Павлику, да, а просто каким-то образом договоритесь, что вы видите, ребенок загрустил, пусть папа позвонит. И просто поставьте телефон, пусть они 15 минут играют онлайн, общаются. Вообще я за то, чтобы с папой каждый день говорить. Дети должны сказать уже, папа, отстань, ты столько звонишь, отстань уже от нас. Да. Просто. Это всегда. Детей нужно так любить, чтобы они чувствовали, чтобы они уже сказали, камон, нам уже это не надо, ребята, вы нас тут уже залюбили, мы пошли дальше. Чтобы не хватало этого щенку. И самый главный момент, чтобы я не забыл, Карин, прости, перебью тебя, самый главный момент. Если у вас дочки, если у вас дочки, то никогда не говорите, что их папа плохой. Да, сто процентов. Это моя мама мне говорила. Они потом вам отомстят. Это прямо, просто имейте в виду, что так это и будет. Да, это проблема. Знаете, как мне иногда хочется сказать, вот дети балуются, мне так хочется сказать. Ваш папа вообще-то в Турции сейчас там кайфует, а вы здесь мне просто мост взрываете. Понимаешь, я тоже устаю, живой человек. Но я им говорю, котята мои сладкие, папочка работает. Вы же хотите на море полететь? Папа работает, денежки зарабатывает. Я сама ему пишу, Вань, позвони завтра Арише или сегодня по видеосвязи, она соскучилась. И я хочу, я знаю, что он занят, я знаю, что он там может быть в своих мыслях, в переживаниях тоже. Но я хочу, чтобы отношения между нами всеми, они были классные. И если ему нужно где-то вот помочь, подсказать, ну забыла он, вдруг он считает, что он здесь лишний. Да, я же не знаю, что у него в голове. Я просто ему подсказываю, позвони сейчас. Я вообще всем говорю, звоните своим детям. А мамы, не ограничивайте общение с папами. Пусть они общаются постоянно. Вы ребенка этим не будете травмировать. Вам сейчас кажется, что да я сама справлюсь, да какой он козел. Пусть он вообще не общается с моим ребенком. Да я сама вытяну здесь все. Я вообще, мне никто не нужен. Но вы, вы одного не понимаете, что ребенку нужен отец. И это вообще вас не касается. Вы должны помочь связаться ребенку с отцом. И если вы хотите, чтобы ребенок, как я потом, не был себе папой и мамой, да, и это ни к чему хорошему не приводит. Вы тратите огромные бабки на психологов. Если бы мой папа был в моем детстве онлайн, вот так на фейс-тайме по ватсапу, я бы плакала бы в трубку и говорила, папа, меня там Коля обидел, он меня вот там ударил. И папа бы мне говорил, доченька, мальчишки все такие, потому что вот так-то и так-то. Он бы сказал, я тебя люблю. Или там прислал бы своего друга, чтобы поговорил с этим Колей, да, или маме бы моей позвонил и сказал, Ир, нужно сходить в школу, проблема с этим Колей, или позвони учительнице или директору школы, да, покажи, что ты принимаешь участие в моей жизни, в моем мире, где для меня... Для ребенка Лида это защищает. Для ребенка очень важно защищать. А у меня теперь про ребенка у меня нет доверия к мужчинам. Да, да, да. И там девушка пишет, очень интересно, да, а если папа не общается с детьми, да, если папа не общается с детьми, значит, у него на вас обида. Да, абсолютно. Именно на женщину. Потому что... Да, мужчина смотрит на детей через женщину всегда. Через женщину всегда. Потому что мужчина, вот тонут в море мужчина, женщина и ребенок. Женщина всегда будет спасать ребенка, а мужчина будет спасать женщину. А мне кажется, мужчина будет спасать тебя. Это твое отношение к мужчинам. Карина, ты добры и люди. Это меня вылазит повсюду. И я сейчас пытаюсь пытаюсь принимать другие, какие-то другие моменты, другие выходы, другое мышление. Для меня теперь мужчина это ценность, это наслаждение, это любовь. Не так, как меня учили. А, какая там нахрен любовь? Да, лишь бы деньги были, да, лишь бы стабильный был, не алкаш какой-нибудь, как бабушка говорила. Ну, не пьет и хорошо. Вот, квартира есть, ну и хорошо, понимаешь? А я такая думаю, да, тоже это любовь, блин, ну и вот, папа там меня не любил, папа меня бросил. Действительно, кому эта любовь вообще нужна? Вот лучше создать семью, вот чтобы мы жили все вот так, вот чтобы нам все хватало. А любовь, она всегда заканчивается, как у моих родителей. Она же закончилась, ну, значит, она у всех заканчивается. Может, тогда она и вообще не нужна, понимаешь? Это все на подсознании такие диалоги. А сейчас я хочу вообще любить тебя и не спешить, не хвататься за партнера, как за спасителя. Он должен быть таким сопутником, знаешь? Мы должны вместе кайфовать, получать наслаждение и жить в любви. Многие скажут, блин, это такие высокие какие-то слова, но так и есть. Когда вы опираетесь на себя, у вас есть деньги, вы не будете выходить замуж по расчету. Но все равно нужно опираться на себя. Да, 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 да. Каринушка, я тебя благодарю. У меня через 3 минуты консультация начинается. Мы с тобой проговорили полтора часа. Обалдеть. Вместо 40 минут. Это бесконечная тема. На самом деле. Дорогие женщины, дорогие девушки, дорогие мужчины, которые были здесь, я благодарю вам, что вы пришли. Каринушка, тебя благодарю за этот эфир. Слава Богу за тебя, добрая душенька. Спасибо. Кому это интересно, пишите. Я выложу эфир сейчас. Пишите. Пишите в комментариях, вопросы задавайте. Я отвечаю всегда всем. Пишите в директ, в директе, потому что мне удобнее. Там можно нажать и голосовым ответить. Просто писать мне всегда времени хватает. Поэтому здоровья вам, любви и просветания. А кто хочет посмотреть себя, напоминаю, что у меня есть хороший кейс. Вы можете написать «Хочу кейс». И вам отправят ссылочку на его. Слава тебе Богу. И еще одно очень важное такое зрение. У меня буквально недавно мы разговаривали тоже с одними онкопсихологами, и очень большая повальная ситуация сейчас именно с онкопсихологией. И у меня есть кейс. Я специально сделал его безоплатным. Называется «Достань себя из диагноза». Когда человеку говорят какой-то диагноз, и человек проваливается, когда слышит, что он заболел. Это как раз для того, чтобы себя вытащить из этого состояния. Вот безоплатные программы, вот именно вот есть медитативные практики безоплатные, есть вот этот кейс. То есть пишите, вам все-все расскажут. На сайте есть служба техподдержки. Вам там помогут. У меня есть телеграм-канал «Зайцев Эдгар сам себе психолог». Там есть рубрика «Задай вопрос». Я на них отвечаю тоже. Ну, знаете, как вот Карина хорошо сказала, когда нужно, да, то есть она нашла, увидела, посмотрела в инстаграме, сама провела расследование, как это можно сделать, и сделала. и слава тебе, Господи. Это было сход. Каринушка, благодарю тебя, добрая душа. Благодарю. На связи. Здоровья тебе, любви, на связи. На связи. До свидания, добрые люди. Субтитры создавал DimaTorzok